В это утро я размышляю над таким вопросом, который может быть для многих из вас покажется каким-то банальным, а для кого-то наоборот очень таким необходимым, может быть вы тоже думаете об этом. И вопрос у меня такой, как бы мне не зря прожить жизнь, как бы мне не напрасно прожить жизнь, ведь она идет и она проходит. Значит, хорошо или плохо, это уже другой вопрос, сам факт, что ее остается меньше, время на этой земле остается все меньше и меньше. И как говорит Моисей, что дни наши просто летят, годы наши летят, и мы летим, он говорит. Не знаю, кто-нибудь размышляет из вас о том, как вам эффективно прожить жизнь, как бы вам не напрасно прожить жизнь на этой земле. Ну, помышите мне рукой, если вы размышляете об этом. Ну, я не один, слава Богу. Да, это важный вопрос на самом деле. И когда я читаю Библию, то я вижу, что, например, премудрый Соломон, он очень сильно озадачен, по всей видимости, был этим вопросом. Например, то, что написано в книге «Екклесиаст» в первой главе, во втором стихе. «Суета-сует», сказал Екклесиаст. «Суета-сует, все суета». Вот взгляд, значит, «Екклесиаста», проповедника Соломона, сына Давидова, царя Соломона, его взгляд. Самого мудрого человека, о котором было сказано, что не было мудрее его и не будет мудрее его. То есть самый мудрый из живущих просто по-человечески на земле. Самый мудрый человек Соломон. И он выразил вот так свой взгляд на все происходящее. Какая разница, работаешь ты, не работаешь, какая разница, хорошо ты живешь, плохо, все суета. Суета – это значит пустота. Суета – это то, что не имеет никакого смысла. Это просто пустое. Это просто бессмысленное. И вот Соломон со всей своей мудростью смотрит на все происходящее на земле и говорит, какая разница вообще? Какая разница? Все проходит, рано или поздно все заканчивается, какая разница? Так живешь ты, так живешь, там работаешь, там работаешь, много у тебя денег, мало у тебя денег, какая разница? Все суета. Он подводит черту и говорит, все пустое. А вот взгляд Моисея, предводителя, скажем так, народа Божьего в то время, Моисея, который вывел народ еврейский из египетского рабства. Вот его взгляд. Псалом 89, 12 стих. Господи, научи нас так считать дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. А Моисей, размышляя, понимал, что можно правильно прожить, а можно неправильно, все-таки есть какая-то разница. Он просит, дай нам мудрости, Господи, чтобы нам правильно считать эти дни. Оказывается, дни в его понимании надо все-таки считать, сколько у тебя осталось, что ты еще можешь сделать на этой земле. И он обращается к Богу и говорит, помоги нам правильно считать, помоги нам не пропустить время важное для того, для чего оно нам дано на этой земле. И так премудрый Соломон размышляет, и так Моисей имеет тоже определенные понимания. И когда я смотрю, что практически все, наверное, известные люди, мудрые люди этого мира, они так или иначе размышляют над этим вопросом, правильно ли я живу, все ли у меня получается. Некоторые приходят в какой-то тупик, понимая, что, как говорил Соломон, да вообще никакого смысла в этой жизни нет. Разные, конечно, взгляды есть об этом, но вот что говорит пророк Исаия в 53 главе, еще задолго до рождения Иисуса Христа. О жизни Сына Божьего на земле, о жизни Иисуса Христа здесь. И вот он говорит, Исаия 53, 11, на подвиг души своей, то есть на результат жизни своей, можно было бы так сказать, он будет смотреть с довольством, он будет смотреть с радостью, с удовлетворением. Он, глядя на все прожитые дни на этой земле, он будет радоваться о том, что он однажды здесь был, о том, что он сделал и о том, как у него получилось прожить каждый день на этой земле. Поэтому, когда я смотрю на разные высказывания на эту тему, и когда я смотрю на тот факт жизни Иисуса Христа, который уже состоялся, когда я вижу, что так и произошло, Иисус умер за наши грехи, но Он воскрес, Он сегодня жив во веки, Он сегодня дает спасение каждому приходящему к Нему. Его имя написано превыше всех на небе и на земле, Он царь царей, Он Бог богов, Он Господь господствующих, и Он смотрит на свою дистанцию, которую Он прошел по этой земле, и радуется. Поэтому лично я выбираю учиться у Иисуса Христа, чтобы прожить эту жизнь правильно. Мне хочется изучать, читать. Я читаю Евангелие за Евангелием. Мне нравится изучать жизнь Иисуса Христа, потому что написано, что кто говорит, что живет в Нем, то должен поступать так, как Он. Писание призывает нас учиться именно у Иисуса Христа, как надо правильно жить на этой земле, чтобы потом не быть разочарованными, но чтобы на результат жизни своей смотреть с радостью. Аминь. И я уверен, что практически каждый из вас, наверное, может сказать, да, я тоже готов учиться Иисуса Христа. Правда? Правда. Поэтому давайте будем смотреть дальше. Так для чего же Иисус жил на этой земле? Интересно, можно ли с уверенностью однозначно сказать, для чего Иисус жил на этой земле? В чем был смысл его жизни на этой земле? Я думаю, что можно. Давайте посмотрим Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что Иисус жил на земле, чтобы служить другим людям. Он жил на земле, чтобы служить тем, которые оказались во тьме, которые оказались неспособными понимать, как надо жить и для чего надо жить. Когда Он висел на кресте в итоге Своего земного пути, Он, глядя на этих людей, говорил, «Господи, отче, прости им, они не понимают, что делают, они не понимают, для чего живут, они не понимают, к чему стремятся. На самом деле их жизнь суета, это пустое, Господи». Поэтому Он говорит «Прости их, прости их». Потом Он говорил «Я пришел в этот мир, чтобы дать свет». Он говорит «Я есть свет, я пришел в этот мир, чтобы слепые прозрели, чтобы открылись их глаза, чтобы они поняли, что им дана жизнь для чего-то. Не просто, просто чтобы поесть, попить. Как-то день прошел, да и ладно. Многие сегодня живут с каким-то таким пониманием, какая-то радость, чуть больше радости, чуть меньше радости. Иисус говорит «Я пришел в этот мир, чтобы слепые прозрели». А мы все оказались слепыми, надо признать. Каждый человек, живущий на этой земле, добровольно отвернулся от живого Бога и пошел своими путями. Каждый человек оказался во тьме. Поэтому давайте вместе посмотрим, каким же было служение Иисуса Христа. И когда я у вас спрашиваю, как вы думаете, каким же было интересным служением Иисуса Христа? Когда вы вообще слышите служение Иисуса Христа, жизнь Иисуса Христа, интересно, какие образы у вас возникают? Какие ассоциации у вас возникают вот с этими словосочетаниями? Я хочу вам предложить некоторые картинки и потом спросить, вы также это видите или нет? Вот несколько таких фрагментов. Иисус разговаривает с какой-то женщиной. Она, по всей видимости, потеряла надежду, и он пытается ей послужить. А вот он возлагает свои руки на слепого рожденного. Слепорожденный. Никогда в жизни такого не было. Еще в Израиле там, чтобы кто-то открывал очи слепорожденному. И вот Иисус возлагает свои руки и прикасается к этим глазам. Да, прикасается необычно. Написано, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения. Так прикольно звучит, конечно. Ну, фактически, он плюнул, из этого плевка сделал грязь. Взял эту грязь и намазал глаза слепому. Ну, конечно, это... Ну, у нас, слава Богу, у нас переводчики правильные такие. Они написали, сделал брение из плюновения. И вот помазал, значит, и говорит потом, иди умойся. И вот этот смиренный, слепорожденный пошел, послушался, умылся и пришел зрячим. По всей видимости, вот эта картинка именно этот случай иллюстрирует. А вот еще какой-то слепорожденный или не слепорожденный, или просто ослепший. Тоже какой-то человек, к которому подходит Сын Божий и прикасается к Нему. И жизнь человека меняется. Вот в моем воображении, когда я слышу жизнь Иисуса Христа, мое воображение рисует Иисуса и еще какого-то человека. А на разных картинках мы еще видим там Иисус, допустим, с овечкой какой-то в обнимку. Он говорит, вы все овцы паствы моей. Значит, я пастырь, а вы овечки мои. И вот Иисус и овечка. Интересно, у вас такие же ассоциации или у вас какая-то другая ассоциация? Может быть, у вас есть ассоциация, где Иисус на самолете, например, летит. Ну да, там самолетов не было. Ну ладно, Иисус во главе конницы какой-нибудь просто скачет, во главе армии какой-то и сейчас собирается что-то завоевать. Есть у вас такая картинка? Нет такой картинки. Похожи у вас в вашем воображении картинки, когда вы думаете о служении Иисуса Христа? Похожи? Да, спасибо. Я думаю, на самом деле, когда мы думаем о служении Иисуса Христа, о его жизни, то наше воображение на основании Святого Писания, которое мы с вами читаем и изучаем, рисует следующие картинки. Иисус и какой-то человек, которому он служит. И вот интересно, интересно то, что я начинаю видеть в Святом Писании. Мне кажется, я начинаю видеть какую-то особенность, которая, ну может быть, она и не является особенностью там на небесах. И в глазах Божьих, может быть, это вообще не особенность, это может быть вполне естественно и закономерно, так должно быть. Но когда я смотрю на современное служение Богу, то мне кажется, что то, о чем я буду сейчас говорить, является какой-то особенностью в служении Иисуса Христа. И вот что я хочу сказать. Несмотря на то, что целью Иисуса Христа было служение людям, причем людям на всей земле, Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие, все на этой земле оказались погибшими, надо всех найти, надо всех спасти, надо весь мир на самом деле привести к живому Богу и вырвать из власти дьявола. Да, но несмотря на эту глобальную, масштабную задачу, которую имел Иисус Христос, Он никогда не собирал и не стремился собрать толпы народа для того, чтобы им послужить. Его служение всегда было сфокусировано на каком-то конкретном человеке, которому Он служил. И вот это то, что я начинаю видеть, как особенность какая-то в служении Иисуса Христа. Сын Божий, который имел все возможности, все способности, который мог бы взмахнуть рукой, и все бы упали. Согласитесь? Однажды был такой момент, когда вышли Его брать. Я не знаю, но так оно произошло. Иисус вышел им навстречу, и когда спросил, кого вы ищете, они говорят, Иисуса из Назарета. Он говорит, вот я, они все упали. Просто от присутствия Божьего. Это Он не инициировал это. Это было просто проявление Его, божественной какой-то природы. Он говорит, вот я, и просто сила Божья всех накрыла. Но если бы Он осознанно захотел, Он бы мог посмотреть на эти пять тысяч человек, которые собрались просто потому, что шли-шли за Ним, не потому, что Он их собирал. Он мог бы замахнуть рукой, и все бы исцелились. Вы согласны со мной или нет? Его силы было достаточно, Его божественной силы было достаточно, чтобы изменить абсолютно все сразу и оптом. Но Сын Божий, имея все эти способности, избрал совершенно какой-то другой путь. Он пришел на землю, и Он подходил к конкретному человеку. Он смотрел на конкретного человека. Он возлагал руки и прикасался к конкретному человеку. И вот стоит Бог. И вот конкретная судьба. И Он смотрит в глаза этому человеку. И этот человек понимает, никого вокруг не существует, похоже. Он пришел специально для меня. Служение Иисуса Христа, я думаю, было тем удивительным и особенным, и потрясающим, что оно касалось конкретного человека так, как будто Он пришел только для Него. Как будто Он пришел специально для этой Марии. Как будто Он пришел специально для этого Никодима. Как будто специально для Сергея. Специально для Олега. Это служение Иисуса Христа, оно было настолько уникальным и удивительным, и индивидуальным, что мне кажется, это какая-то особенность. Вот то, что написано в книге Откровения. Книга Откровения, третья глава. Подождите минуточку, чуть позже. Сейчас мы откроем. Я не говорю о том, что служить большому количеству людей – это плохо. Что бы мы тут делали тогда? Или зачем бы мы транслировали тогда наше богослужение на весь мир? Для чего? Я не говорю о том, что служение большому количеству людей – это плохо. Когда собирались тысячи людей вокруг Иисуса, Он все останавливал, и Он начинал служить этим тысячам. Конечно. Но я говорю о том, что когда Иисус специально выбирал какой-то метод служения, когда Он специально шел, чтобы исполнить волю Отца, Он не искал большого количества людей, но Он избрал смотреть в глаза конкретно, лично какому-то человеку и служить Ему. Я хочу сказать, что путь в небо – он не толпой. Путь в небо – он индивидуальный. Он у каждого свой, личный, особенный в этих отношениях с Иисусом Христом. А теперь книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Это говорит Иисус, который воскрес из мертвых уже. Его уже не ограничивает его тело. Вы могли бы сказать, но все равно его тело, наверное, ограничивало. Он не мог быть одновременно во всех местах. Он не мог всем одновременно послужить. Поэтому Он, ограниченный телом, служил так, как мог. Но вот посмотрите, что говорит Иисус, который уже воскрес из мертвых и для которого нет никакого ограничения. «Вот стою у двери и стучу», говорит Иисус Христос. «Если кто услышит голос Мой и отворит двери, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со Мною». И здесь все в единственном числе. И здесь опять служение конкретной личности. Одна дверь, куда Он стучится. Один человек, один этот, кто отворит, один к Нему, к которому войдет, один с Ним, и Он со Мною. Все в единственном числе. Это очень интересно. Иисус воскресший продолжает индивидуально служить каждому человеку. Это Его метод служения. Это Его образ евангелизации. Следующее, на что я обращаю внимание, это книга «Бытие». С чего вообще все началось. Интересно, как описывается сотворение человечества. «Бытие» 2 глава 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою». Это да, мы знаем, что человек был создан из глины. Но на мой взгляд, было предостаточно глины, чтобы можно было сразу пару тысяч слепить и такую бригаду сразу создать. Как-то легче пошло дело, мне кажется, и сад можно было возделывать как-то поактивнее. Эдемский. Написано же, что человек был создан, чтобы там потом и сад этот возделывать, и чтобы все хорошо росло, благоухало. Ну, можно было пару, хотя бы сотен, что ли, сотворить сразу. Бригада помощнее была. Но Бог избрал создать одного Адама и какое-то время проводить с ним вместе, передавая ему свое сердце, передавая ему свое видение, передавая ему свой взгляд на весь этот мир. Это просто потрясающе. Описано в Библии, как они ходили, прогуливаясь, в прохладе дня, и как Адам давал имена под присмотром своего небесного Отца, давал имена животным, жирафу, обезьяне, еще кому-то. Выражая вот этот взгляд Божий на всю природу, на все окружающее, когда я смотрю, как это все было создано, то вижу Отца и ребенка, которого он начинает воспитывать. Вот так начался весь наш мир. Очень интересно. Сколько людей живет на этой земле? 7,6 миллиарда людей. 7,6 миллиарда людей. Огромнейшее количество людей. Но Иисус избирает подходить лично к одному человеку. Я не перестаю удивляться тому, как Бог использует лично меня очень сильно, когда я останавливаюсь, чтобы послужить какому-то человеку. И знаете, человек задает вопрос. Я, бывает, чем-то занят, могу быть чем-то увлечен, но человек начинает задавать вопросы, и вдруг у меня появляются ответы. Я понимаю, это Дух Божий, который начинает давать ответы человеку. Я говорю продолжаю говорить. Сам удивляюсь, какой просто поток жизни какой-то из меня течет. Я думаю, Господи, как это здорово. Человек дальше задает вопрос, а у меня дальше появляется ответ. Я иногда внутри думаю, куда ему столько вообще? Думаю, уже столько откровений, уже столько, а Бог продолжает наполнять, продолжает наполнять, и мне хочется ему отдавать. Потом у меня следующая мысль бывает, это, наверное, для проповеди просто. Поэтому бывает, что я заканчиваю разговор с человеком и записываю все эти мысли, откровения, которые сам получил в этот момент. Понимая, что прямо здесь присутствовал сейчас Бог, Он давал ответы, Он открывал какие-то тайны свои, и это было так захватывающе. Я записываю, потом пытаюсь это применить к проповеди и понимаю, нет, это не к проповеди, это Бог, всемогущий, сейчас служил конкретному человеку. это всемогущий творец сейчас остановился, чтобы посмотреть в глаза этой женщине, чтобы обратить внимание на этого молодого человека. Это чудо, которое я переживаю. Я не перестаю удивляться, когда Бог начинает говорить через меня по отношению к моим домашним, особенно по отношению к моей жене бывает. Она задает вопросы, и мне, знаете, как мужу, уже знающему, иногда они кажутся такими глупыми вообще. И я думаю, ну это же очевидно, зачем ты у меня это спрашиваешь? А если она еще второй раз спросит то же самое? И я каждый раз удивляюсь тому, как Бог начинает отвечать. Когда я останавливаюсь и вслушиваюсь все-таки в этот вопрос и начинаю отвечать своей жене или своему ребенку, меня накрывает просто присутствие Божье. и какая-то неимоверная мудрость приходит, чтобы давать эти ответы, после которых я тоже частенько сажусь и записываю, думаю, это, наверное, не только для одного человека. Это не может быть просто для одной моей жены, но это должно быть, наверное, просто для тысяч людей. Очень много таких записей у меня есть, которые так и лежат в компьютере, просто записанные, потому что я знаю, что Бог останавливался только ради нее, только ради нее, прямо сейчас, чтобы дать ей ответ, чтобы коснуться ее сердца, чтобы исцелить ее. Или когда по отношению к ребенку, нам иногда кажется, что служение наше, оно должно быть каким-то большим, наверное, и какое-то достойное служение, когда собрались тысячи и слушают тебя, и мы иногда не обращаем внимания на те вопросы, которые задает нам наша жена или задает нам наш ребенок, или может быть ты духовная женщина, и у тебя есть муж какой-то недуховный, и он задает тебе вопросы, и ты пренебрегая, думаешь, ну вообще какой-то вопрос левый, непонятный, мог бы уже сам уже три года в церкви входишь, до сих пор не понимаешь элементарные вещи. Мы можем пренебрегать, игнорировать, думая, что ну это, конечно же, не связано с тем, как правильно жить на этой земле, но каждый раз, когда присутствие Божие опускается в эти моменты на меня, дающего такие ответы, я осознаю, это и есть служение, это и есть сейчас служение, ведь Бог, ведь Бог, сотворивший небо и землю, сейчас остановился и сейчас дает эти ответы, кто же я человек, чтобы недооценить то, что делает сейчас Бог. и чем больше я размышляю над этим, тем больше понимаю, да нет, это не такая уж, наверное, и особенность в служении Иисуса Христа, если смотреть глазами неба. По всей видимости, это просто природа Божья, которая проявляется именно таким образом. Он не служит сразу и всем, Он служит конкретному человеку, Он служит конкретному сердцу, и в этом выражалось служение Иисуса Христа. Но нам, живущим на этой земле, иногда под влиянием вот этих вот всех технологий скорости нашей жизни, нашего современного века, нам все-таки кажется, что, ну, служение большое, значимое служение, это когда все-таки много людей собралось и я им служу. Иногда есть этот образ и кто-то смотрит на себя этими глазами и понимает, что, ну, у меня нет способности говорить к тысячам людей, у меня нет здоровья уже столько, у меня нет сил, у меня нет еще чего-то. И какой вывод? И вывод такой, служить Богу надо, конечно, но я буду служить где-нибудь и как-нибудь. Просто помогаю кому-нибудь. И в результате служение, мне кажется, очень сильно ограничивается. Знаете, было время, в 90-х годах я 5 лет примерно служил поваром, работал поваром. Работал поваром, значит, мы готовили пищу, разносили, развозили там ее. И вот в течение пяти лет, я думаю, Дух Божий вот недавно мне напомнил просто эту закономерность. В течение пяти лет я видел одну и ту же закономерность. Сначала у меня 30 порций. Я готовил, у меня, знаете, кухонка, значит, такая небольшая была, ну, ограниченные достаточно возможности. Одна плита, ну, плюс дополнительные там еще пару комфорочек. Вот, кастрюли, сковородки, там, значит, вся эта утварь, сами понимаете. Вот я к чему, что определенные ограниченные возможности. И вот прям в этих условиях я готовлю 30 порций. 30 порций готовлю, стараюсь просто. Бывало 20 порций, 30 порций, 25. И вот я стараюсь, прям сердце туда вкладываю, и у меня в результате в горшочке появляется порция, ну, каждая порция картинка. Я эту картинку привожу потом к людям, у которых наступил обед. Они открывают, и ух ты, запах какой, ух ты, как красиво, ой, спасибо. Они такие довольные, счастливые, мне нравился этот момент очень. И они, конечно же, потом рекомендовали меня другим клиентам. Так мое предприятие постепенно росло. Там 25, 30 человек, 40 человек, 50 человек, 70 человек. То есть у меня доходило до 100 человек, до 100 порций. И вот, когда доходило до 100 порций, то, знаете, 100 порций в этих условиях уже невозможно было приготовить так, чтобы это было картинкой. Постепенно картинка смазывалась, 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 потом это превращалось просто в обычную еду, которой нужно было просто кучей наварить, там, разложить, развести. Ну и естественно, что это переставало нравиться тем, кому я развозил. Клиенты начинали отказываться постепенно. Ну и, в общем, вот количество порций сокращалось, соответственно. Знаете, я очень хорошо помню эту закономерность, потому что она длилась в течение всех 5 лет. Закономерность следующая. Сначала немного порций, но все счастливы. Потом количество растет, постепенно становится просто еда. Потом, ну, все-таки клиенты еще держатся, потом дальше, опять количество начинает все-таки падать, кто-то начинает возмущаться, мне приходится откусываться, ну, в смысле, объяснять, да, почему все-таки у меня что-то не получилось, а им все-таки надо продолжать брать эти порции. Вот, но они не захотели потом все-таки брать эти порции, отказывались, и меньше клиентов, меньше клиентов, в результате остаются человек 20, самые верные. Такие последователи мои, готовые кушать все, что я им предложу. Вот, в результате я начинаю заботиться об этих 20, они опять расцветают, они опять счастливые, вот, качество порций повышается, превращается каждая порция в картинку, и они начинают рассказывать обо мне другим клиентам, количество порций начинает расти, и опять дальше 60, 70, 80, 100, потом обратно, и вот так вот все 5 лет. Я эту закономерность прекрасно помню. Я думаю, Бог напомнил мне это, чтобы показать, что невозможно вот так вот послужить, вот так вот, вот так вот толпе просто какой-то, потому что Бог никогда не рассматривал людей как толпу. Нет ничего плохого иметь возможность проповедовать ко многим людям одновременно, но это не служение, это проповедь, это одно из проявлений Бога, одно из проявлений каких-то даров, но служение, которое формирует твою жизнь и делает тебя либо полноценным счастливым, либо нет, зависит не от того, как дар какой-то проявился, а зависит от другого, как ты служишь. Я вижу, что служение Богу, служение Бога к человеку, Он никогда не видел людей толпой, Он никогда не творил толпу, Он сотворил первого Адама, потом стал о нем заботиться, об этом Адаме, очень интересно, Бог сотворил одного человека и начинает тут же о нем заботиться и говорит, нехорошо быть Адаму одному, сотворим ему помощника, начинает думать, как, вкладывает туда все сердце, появляется потрясающая женщина, Он заботится о них, это, конечно, что-то особенное, видеть, как Бог планировал все изначально, потом все поменялось, по всей видимости, в этой жизни, но когда пришел Иисус, Он восстановил эту же картину жизни, Он восстановил эту же ценность служения, как все-таки, как все должно быть, и Он сказал, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 14 стих, посмотрите, «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Вот Его образ пастыря, вот Его образ служителя, Он говорит, «Я знаю каждого из вас, я знаю каждого из вас, я знаю каждого, кто находится сейчас в этом зале», говорит Иисус, «и каждый, кто принадлежит мне, Он слышит мой голос сейчас, Он слышит, к чему я призываю сейчас». Интересный образ Иисуса, как пастуха, не того, который толкает людей вперед к исполнению Божьей воли, но как того, который идет впереди и увлекает дальше. За собою. Я думаю, что сатана, друзья, пытается сегодня остановить великое пробуждение, великое пробуждение, которое Бог приготовил для нашей страны, для России. Я думаю, что способ, которым он пытается остановить следующий, он старается внушить мысль о том, что служению Богу это какое-то служение тысячам, где-то на стадионе. Но я повторю, что Иисус Христос, имея все возможности, имея все способности, написано, «В Нем обитала вся полнота Божества телесная». Он, представитель Бога, Он, являясь Богом, избрал служить, переходя от одного человека к другому человеку. то же самое Он поручил Своим ученикам. Абсолютно тот же образ служения, я вижу, который Он передает Своим ученикам. И Он говорит, когда войдете в дом какой-то, помните, Он посылал 12, и говорит, когда я вас посылаю как агнцев, как овец среди волков, и когда вы войдете в какой-то дом, то приветствуйте тех, кто там, в этом доме. И если там будет, говорите, мир дому сему, и если там будет человек мира, то этот мир на нем почиет. А если нет, то этот мир обратно к вам возвратится. То есть Иисус, посылая учеников, опять же, фокусировал их на каком-то человеке, который услышит его голос, который примет эту истину. Он говорит, говорите мир этому дому и смотрите на людей, и смотрите на каждого человека. Не проповедуйте просто всем этим людям, смотрите на, на ком опустился этот мир. Кто сейчас получил эту благодать? Это невозможно увидеть просто человеческими глазами. Надо посмотреть, надо остановиться, надо наклониться к человеку. И я вижу, что именно в этом служении Иисус говорит, я буду с вами до скончания века. Последние слова учителя, учеников этих, учителя под именем Иисуса Христа были следующие. Евангелие от Матфея, 28 глава. Там 19 и 20 стихи, последние. Иисус говорит, это последние слова Его. Он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кажется, вот оно, по всему миру. Но если посмотреть дословно, дословно, как там написано, то речь о том, Он говорит, делайте учеников. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, и, значит, крестите людей, а потом научите их соблюдать все, что Я повелел вам, все, что Я заповедовал вам. Если изучать этот текст, то видно, как Иисус говорит, сделайте учеников. Идите по всему миру и сделайте учеников. Научите людей. Невозможно сделать учеников просто сидя в какой-то аудитории. Когда Иисус говорил об учениках, речь шла о мастере и о подмастерии. Это образ древнего времени, когда был мастер, который жил со своим учеником, который передавал не просто теорию, который передавал образ жизни своему ученику, который передавал мышление своему ученику, который жил с ним, кушал с ним, отдыхал с ним, работал с ним. Иисус говорит, если вы пойдете этим путем, то я буду с вами во все дни до скончания века. Я буду с вами, я буду инициировать ваши ответы, я буду давать вам силу, я буду давать вам все необходимое для вашей жизни. Я думаю, что настоящее пробуждение начнется с такого служения, которое показал нам Иисус Христос, где каждый из нас может стать великим. Где каждый из нас может стать великим в этом служении, когда вы увидите человека, когда вы посмотрите в глаза этому человеку, когда вы попросите Бога о конкретном человеке, чтобы дать ему ответ, чтобы оказать ему какую-то помощь. Иисус говорит, я буду там вместе с вами, именно в этом служении. Вы почувствуете мое присутствие, я буду с вами там, рядом с этим человеком. Я уверен, дорогие друзья, что жизнь наша будет прожита не напрасно, если мы найдем хотя бы одну душу, которую приведем к Иисусу Христу. Если мы поможем хотя бы одному человеку воскреснуть из мертвых, подняться из этого мира, если мы сможем позаботиться хотя бы об одном человеке, чтобы передать ему Бога, не просто теорию о Боге, не просто имя какое-то, что есть где-то Бог, не просто рассказать какую-то проповедь, если мы найдем хотя бы одного человека и сможем передать то учение, которое мы приняли. если мы сможем взять в свое сердце хотя бы одну душу, о которой будем молиться, о которой будем заботиться, о которой будем брать пост, которую будем учить, в жизнь которого будем вникать, будем знать, когда у него день рождения, будем знать, когда он женился, будем знать, когда у них годовщина, будем знать, сколько детей, будем знать, когда день рождения у ребенка, будем знать, что Ему нравится, будем знать, какая это трудность у Его жизни, будем знать, на каком пути сейчас Он своего духовного формирования находится, будем стараться дать ответ Ему на этом этапе. Я уверен, если вы возьмете в свое сердце хотя бы одного человека, хотя бы одну душу, и пойдете с этим человеком этот путь, который шел Иисус Христос, будучи на этой земле, и я уверен, что жизнь каждого из вас, она изменится невероятным образом. Я уверен, что жизнь каждого из вас обогатится присутствием Божьим, обогатится всем, в чем вы нуждаетесь сами, потому что принцип Божий, когда прежде чем ты получишь от Бога, тебе надо научиться отдать то, что Он тебя просит. Если ты начнешь отдавать свою жизнь ради хотя бы одного человека, по-настоящему, как Иисус говорит, я знаю моих овец, они слышат мой голос, и я отдаю за них жизнь свою. Мой призыв сегодня каждому из вас, дорогие братья и сестры, которые слушают меня сегодня, мой призыв к вам, возьми в свое сердце хотя бы одну душу, по-настоящему, и твоя жизнь изменится. Аминь.